Всем привет! Вы на канале Вышивка Плюс. Меня зовут Инесса. И сегодня, 29 мая 2021 года, у нас в Оренбурге состоится мероприятие, день вышивания на скамейках. Рукодельницы Оренбурга собрались в парке для того, чтобы повышивать и заодно показать нам свои работы. Я взяла с собой вот такой небольшой процессик. Его очень удобно носить с собой. Это у меня дорожный процесс. Вышита где-то половина. Но сегодня вряд ли я буду вышивать. Мне хочется снять то, что вышивают девочки. Мои вышивки на канале вы видите часто. И я еще вам не один раз покажу. Здесь у нас будут посторонние шумы, поэтому не обижайтесь. Привет, девочки! Сейчас посмотрим, что вы принесли вышивать. Нас сегодня не так много, как обычно на встречах. Ну, потому что, наверное, выходной день. Люди уехали в отпуск, кто-то на дачу. Но ничего. Мы в тесной компании повышиваем. Оля вышивает. Какую красоту! Оля, расскажи нам. Это семплер от Юлианы До. Я зимой в него влюбилась, когда увидела. И еще как раз тебе ткань привезла. И тут же себе кусочек отрезала для этого. Это вот лен. Девочки, смотрите, на этом лене я вышивала сэмплер от Анны Кир. Он оформлен и смотрелся ярко-зеленый. На самом деле, очень красивый оттенок. Обалденно. Да, я бы его какой-то ментоловый назвала. А вообще он идет как сапфировый цвет. Ну, где сапфиры? Ну, при дневном свете он нежный, вообще обалденный. И, конечно, вот эта цветовая гамма, вот просто я в восторге. Каждый цветочек неповторимый. Мне напоминает сэмплер тоже, который я вышивала от розовых мэннер. Но тут вот как-то смотрю и бэкстич, и более такие фрузелки. И фрузелки, да, разнообразные цвета. Там просто был крест 2 нити. Очень красивый сэмплер. А еще вот Оля, да, вот что сделала. Взяла, просто проклеила край, чтобы он не распускался, не махрился. Да, я вообще... Это не тканый лейкопластырь. Все, да. И он не оставляет следов, сказали. Вот этот не тканый лейкопластырь, он не оставляет следов. И вот кто пользуется, когда разметку делают и подписывают вот эти вот квадратики 10 на 10, там 10, 20, 30. Вот на нем тоже пишут очень хорошо. Он не оставляет следов. Он тоже не маркирует уже саму ткань. А можно, кстати, хороший вариант. Да, и вот, ну, как бы, какие-то отметки делать или что. Для тех, кто годами вышивает одну большую работу. Ну, даже не то, что годами, а вот иногда, ну, кому-то вот надо это в работе. И вот очень хороший вот такой это. Я у одной женщины тоже вышивальщица вот увидела, что она... Ну, я уже как давненько использую именно для льна. Я сказала, да, что у нее не оставляет он следов и не отклеивается в процессе, вот, ну, пока... Ну, вот я с февраля вышиваю. То есть он не отклеивается. И крайне махрится, не надо обрабатывать уже. Ну, это обычный обычный. Да, обычный. Но его, конечно, поискать приходится иногда. Ну, знаешь, ну, можно поискать, там, два-три купил тебе там, на сколько лет хватит это все. Так, у Галины здесь целый чемодан. Да, чемодан очень удобный такой чемодан. Что там у нас? Я буду сегодня вышивать веснянку, магнитик от МП Студия. Красивые, да, я такие вышивала. Да, я знаю, что все есть. Очень здорово смотрится. Еще есть матрешечки вот у них, да? Тоже купила, но это в будущем у меня. Я в МП Студии очень много наборов накупила, все у меня в будущем. А можно мы заглянем? Интересный саквояжик. Как его правильно назвать? Саквояжик, да. Это у меня чаек на сегодняшний день. Это специально рукодельный, да, такой чемоданчик? Ну, вроде как бы он для косметики, но я не профессиональный визажист, поэтому я его вот использую для встреч. Вот сюда вот всякое. Тут ниточки, иголочки положила, все. А вот это сделала мерку себе, вот по 10 крестиков вышила. И когда на пластиковой конве вышивать, вот я прикладываю, то есть отступить, сколько крестиков, чтобы мне не дырки вот эти отсчитывать. А уже я видела, вот тоже у кого-то на ютубе подсмотрела такой вот лайфхат. И себе сделала, вот чтобы удобно было. Сейчас посмотрим, что вышивает Татьяна. Татьяна вышивает очередную рыбку. Татьяна Ершовой. Вот эта серия рыбок с эмоциями. И это будет еще одна шестая рыбка. Это авторские схемы, да? Это авторские схемы. Сколько там штук? Их вот 7 штук. Но еще вот мне две осталось. И вот от нее же еще мороженки. Это вот будет следующая рыбка? Да, будет бисер. Там тоже будет украшиваться бисером. Какими ниточками? Это гамма. Гамма? Да, это подбор только цвета я сама делала. Хорошо, что... Нормально гамма на пластике ложится? Нормально. Лучше, чем ПНК. Там ПНК, ПНК хуже. Хуже, да. А гамма хорошо, нормально. Ровно. Да, прям классно. Хорошо. Гамма хорошо. В ПНК они махрятся неравномерного этого... Толщины. Да, толщины. А эти... Рыбки, что они нравятся, они такие с эмоциями. Каждая с какой-то своим. Удивленные, улыбающиеся, грустные. Под все настроения. Несколько лет назад говорила, ни за что на пластике вышивать не буду. А теперь за уши на цены. Не, ну удобно вот так. С собой удобно. Я на природу тоже часто беру. С любого момента начала вышивать. А вот интересная задумка на пластике. Нитки и бисер. А вот у МП-студии с бисером нет. Мне не попадалось. Может быть есть? Но мне ни разу не попадалось. Интересно. А вот это вот баночка? А это... Коноплич. Это... Баночки. То, что весь сейчас в ВКонтакте вышивают. Второй или третий год уже у нее. Ирина Коноплич из Белоруссии. Разные баночки. Но я все баночки вышивала на ткани, а одну на пластике. А я вот не видела тоже. А я сразу подумала. Думаю Dimension что ли. Там почти тысячи человек у нее в ВСП участвует во ВКонтакте. С этими. Они разные. Баночки. Это... С Нового года осталось у меня. Ну ладно. Что у нас вышивает Наталья? Решила попробовать крестиком вышить на атласе. Но очень тяжело вышивать. Лучше бисером потом подберу бисер и вышлю в подарок рыбалку. Но плохо получается на атласе вышивать. Вот теперь я все распущу и бисер подберу матовый. Здесь не нужен такой яркий бисер матовый. А так вот мои процессы. Еще вышиваю от Риолиса. От фирмы Риолиса. Мишки с основным ворот. Которые... Вот этот 536 номер. Он должен получиться 38 на 26. Шерстяными нитками. Вот они шерстью идут. Это в наборе канва была? Да. Десятая или одиннадцатая? Крупная? Да. Вот такая рыхлая. Вот я смотрю. Такие прям дырочки большие. Вот 11 цветов. Ну как бы немножко... Это не гамовская. У них своя канва, да? У гамы жесткая такая десятая канва. А здесь такая рыхлая. 14 цветов нити всего идет. 14? 14 всего. Немножко схемочку покажу. Все не буду показывать. Вот этот я выписывала... В три нити, наверное, да? Вышивается? По-моему, в три. В три. Не помню. Нож изнанку, извиняюсь. Да, в три нити вышивается. В три. А вот эта стоечка, это гамма? Гамма. Гамма. Мне она очень нравится. Мне нравится. Девчата меня спрашивают, как удобно, не удобно. Но мне нравится. Я просто... Удобно? Не низко? Нет. Вот. Сейчас посмотрим, как ты приспособилась. Я вот так ножку поднимаю, отпускаю, присаживаюсь, как мне удобно. Убираю нитку ту, которую мне нужно по схеме. Сейчас схему не буду, девочка, вам показывать. И просто беру иголку и двумя руками я нашиваю. А вот не низко, смотрю голову низко, вот так опускаешь. Не устает шея? Нет. Нормально, да? Нормально. Я вышиваю двумя руками. Прокол. Вот этому? И еще раз. Угу. И еще раз. Ну, сейчас могу заправить какой-нибудь нитку. А мне вот нужно немножко повыше, иначе у меня очень устает шея и задылок. Можно ее поднять. Даже не подумаешь. Вот, пожалуйста. Она поднимается на тот уровень, тот, который, например, вы желаете. Например, вот я, например, желаю вот такой вот уровень, то я подниму, закреплю. Ну, для меня это вот уже высоко. Высоко? Просто девочки на станках вышивают, и я вот когда на станке вышиваю, люблю, чтобы было почти перед глазами. вот впереди. Мне вот так пробовал мне больше. Угу. Сейчас. Угу. Это вот похоже на вьюнки, да? Ну, давай начнем. А сейчас возьмем какую-нибудь нитку. Мне надо летать. Ну, и сейчас посмотрим, что вышивает Маша. Здравствуйте. Здравствуйте. Я начинающая вышиваешься. Начинающая. Моя первая работа. Решила на счастье совушку вышить. Угу. Только начала, так что надеюсь получится. А ты, смотрю, без пялец прям вышиваешь на руках, да? Ну. А канва мягкая. Удобно вышивать? Ну, в принципе, да. Вообще лучше на пяльце, потому что она натягивается, и ячейки становятся крупнее. Так вот мельче они. Понятно. А ее можно в руках держать. А это вот все-таки она мягенькая канва. Ну, в принципе, для первого раза очень даже хорошие крестики получаются. Стараюсь. Вот такая должна появиться. А куда будешь применять? Потом оформишь? Как в рамочку или в пинки? Ну да, в рамочку повешусь на стенку, да. А здесь еще что-то, Наташа, это твое? Да, мое все, да. Вот это вот ты принесла. А что это? Покажи нам, пожалуйста. Расскажи. Меня вот это вот интересует. Я не знаю. Я могу тебе даже подарить. Что это такое? Я не знаю. Это будет корзина плетеная. Вяжется она крючком. Объем делаешь любой. Покупаешь вот эти для пялец. В фикс прайсе купила, девочки, сразу говорю, фикс прайсе. Купила пряжу. Просто покажет один моток на пробу. И купила для... Когда ты у нас была? Ну ладно, потом вырежешься еще. Тебе дарила такие вот ставочки, которые, да. Вяжется просто по этот столбик без накида. Трикотажные пряжи. Поднимается она потом. Получится корзиночка. Получится корзиночка для наших рукодельных. Например, положить нам, например, нужны ножнички. Машин, да, ножницы. Например, ниточку положили, ножнички положили. Положили, например, там... Бленд. Какой? Биндер. Биндер. Положили магнитик, например, там, да, что нам нужно положить. Все, у нас будет высокая корзиночка. Сейчас, смотрите, сейчас показываю. Вот когда я вышиваю... Сейчас вот так вот я ставлю стоечку. Елена Прокопенко, спасибо за то, что она научила делать узлы. Иголка от себя и вытягиваем. Получается узелок, как она рассказывает. И я этим процессом работаю. Так, сейчас, спасибо. Видите, девчонки, наши блогерские видео бывают полезны вышивальщицам. Кто-то что-то себе на заметку берет. Вот, смотрите, сейчас... Пусть у меня изнанка, я не смотрю на изнанку. Потому что... Все, вот я прошла. Петелька прошла. Спасибо, Елена Прокопенко. Надеюсь, Лена смотрит мой канал. Вот, и вышиваю двумя руками. Сейчас по схеме посмотрю. Сейчас, девочки, я не буду менять. И пошла вот вперед. Спустилась вперед. И опять спустилась. Я вышиваю снизу вверх. Так получается... Вот, кстати, удобный метод закрепки. А я не пользуюсь таким. Мне нравится. Угу. Я как-то все по старой привычке. Мне вообще сложно что-то менять. На что-то переходить новое. Здравствуй. Как отличается чешский от китайского бисера? Ближе сейчас покажу, да, чтобы видно было. Да, это я просто на пробу показать, что себя представляет, когда идешь, например, чешским бисером, ровно идет, красиво ложится там, не подойдешь. И когда вышивается он китайским бисером. Что из себя представляет. Это я просто показываю работы, которые... Ага. Чтобы девчата не покупайте китайский бисер. Лучше заплатите тот самый, но... Да, лучше взять подороже, но чешский. Подороже, да, но чешский. Кстати, сейчас в Леонардо есть бисер чешский, не пресиоза, а другой какой, гамовский. И он тоже, в принципе, неплохой. Я вот им павлина вышивала от МП-студии. Ну, ничего так. Это что нитками или бисером? Это я покупала набор. Вот такой набор. Он с Алиэкспресса. Это ему где-то примерно два года. Девочки, знаете, что показываю? Что здесь был в наборе ножницы. Пять иголок было в наборе. Нитковдеватель был. Посмотрите, какой моток нитей в этом наборе. У меня, я думаю, что и этот еще останется от этого. Нитки мягкие. По-моему, если пощупай. По-моему, СХС. Да, СХС. Это СХС. Но они так хорошо вышиваются. Да, они ложатся обалденно отлично. Мне вот немножечко тактильное ощущение не очень нравится. Вот что синтетика. А ложатся они очень ровно, красиво. Вот смотрите, сколько раньше много ложили нитей. У меня даже остался черный цвет в наборе. Когда-то я первая всегда начинаю с темного цвета. Я иду темный цвет, потом беру еще темнее, еще темнее, еще темнее. Ну, как бы вот этот, да, в набор идет. И мне еще, знаете, что нравится? Что есть книга к нему уже со схемой. Ага. Если, например, я не увидел тот цвет, который мне нужен, я всегда его могу найти в схеме. Вот они в наборе. А схема глянцевая? Ничего нормально по глянцевой? Нормально. Вот посмотри. Вот, например, вот троечка. Не ребит в глазах? Да, нет. Нормально? Например, вот там галочка. Вот они не повторяются, как у Лукаса. У Лукаса что налево, что направо у этот треугольник. Ну, вот я имею в виду линии, там вот очень тяжело там вышивается. А здесь вот он очень удобно. И я думаю, что я еще не смотрела вот эти номера нитей, да. Но 310 мы точно знаем, что это нитка DMC. Что 310 есть, и даже у меня закончится эта нитка. И я ее не сажаю на пяльца. Почему? Потому что канва. Вот можете пощупать, что она очень жесткая. Я, например, сейчас могу взять любой. Я вот так сворачиваю, так мне нужно. Сворачиваю до того, беру цвет, который мне нужен по схеме. Ну, например, вот здесь вот точка будет, да, вот эта точка. 16 номер, две нити я вот вышивала. Масштаб посмотрим. Ну, достаточно большая работа. А канва 14 или 10? 14-ая, наверное. Ну, 14-ая. 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 Угу. Ну, размер я не могу сказать уже. Ну, ладно. Мы так видим, в принципе. Получается 71 на 50. Ну, большая, да. 295 на 196. Это получается кресики. Ну, вот выходит, да. Вот получается вот такая большая работа. Вышиваются только одни розы. Фон не вышивается и не стирается эта ткань. Почему не стирается? Потому что если мы ее постираем, то вот этот весь фон, он сойдет. И останутся только одни розы. И может этот фон покрасить нам эти розы. Тогда аккуратненько на улице. Нежелательно вышивать. И вот, получается, вот если я возьму, вот у меня иголочка. Здесь иголок пять иголок ходило. А вот она уже здесь есть у меня. Я что-то начинала здесь. Одинаковые иглы или разные? Все одинаковые. Одинаковые. И мне нравится то, что здесь, ну, конечно, для зрения. И надо поймать. Нужно поймать эту дырочку, потому что нанесенный рисунок. И нужно поймать эту. Ну, вот в китайских наборах четко, да, пропечатанные. Не смещаются. Это не как Матрёнин посад. У Матрёниного посада все про это. Я вышивала Матрёнин посад. Там невозможность. Первые работы я пробовала. Алина дочку у меня пробовала. И там непонятно вообще было, смещаются крестики. А вот в китайских наборах прям ровненько. А здесь вот, смотрите, вот видите, они прям крестик к крестику. Прям вот идет, идет, идет. Прям вот не нужно никуда, ничего. Даже вот эти маленькие не переходы. Как бы удобные здесь с ними. Но здесь то, что вот в виде вот этого прокола. Здесь медленнее идет работа. Потому что она идет нанесенный рисунок. Если бы он был не нанесенный, да, как мы видим сюда, на конве, да, нам удобнее сшивать. Вот на этом, да. Это просто большая конва, да. Мы здесь быстрее вышьем. Здесь вперед иголку, например, вышьем. Или, например, вот методом вверх-вниз вот этим. Вот так вот. Здесь и чем удобно, что вот свернул. Здесь вот в пяльце не... Даже в пяльце вот если заправлять, то, мне кажется, это надо прямоугольные пяльцы брать. И тогда заправлять по диагонали, чтобы как это сказать, там даже по горизонтали. Вышивать уже по-другому вышивать. Не вот так вышивать, потому что пяльца нам не хватит. А переворачивать, как у нас Елена Прокопенко у нас переворачивает работы. И все, и пошла. Девочки у нас супер мастерицы. И сидя, и стоя вышивают. Лежа. Лежа кто-нибудь вышивает? Да. Я полулежа на диване люблю вышивать. Как только есть свободное время, неважно. Сидя, стоя, лишь бы только хоть несколько крестиков, но сделать. Да? Да. Но бывают такие моменты, когда вот эта погода еще вот влияет. Бать, не вышиву, не идет и все работает. Сегодня погода нас балует. Для Оренбурга редко такая погода. Тепло, тучки, не жарко, не холодно, дождя нет, сухо. Погода нас порадовала. Мы обмениваемся подарками. Посмотрите, что подарила Оля мне. Собираюсь вышивать вот такую большую работу, девочки. Я еще ее не начала, пока у меня дачные и огородные работы. Планирую, когда начнется холодное время года, вышивать эту картину. У меня нет превью. Я напечатала на простом листочке и мне в эфире даже показывать вам неудобно. Да, зато теперь у меня есть вот такое красивое большое превью. Это коробка. В этой коробке я буду хранить процесс. Ниток очень много для этого процесса. И вот как раз прям эта коробка мне будет для хранения именно этого процесса. Смотрите, какая классная штука, обалденная. Наташа подарила мне вот такую подставочку, подложку, когда готовлю. Видите, Прованс. Здорово. Вот такая ложка как раз мне нужна была на кухню. Я искала именно вот в такой расцветке, но я не нашла, а Наташа нашла. Большущее спасибо. И у Оли купила я еще вот такой кусочек льна. Кусочек небольшой, 35 на 50. Возможно, я на нем буду вышивать сэмплер от Анны Кир осенний. У меня есть 50 на 50 кусок, но мне его жалко тратить, потому что там сбоку придется много отрезать. Ну и пусть будет на запас, поскольку в Оренбург не часто привозят равномерку. Ту, которую нужно, решила взять на запас. Даже если не буду вышивать сэмплер, пусть останется, пусть лежит. У нас здесь в парке есть тир, там молодые люди стреляли и им дают утешительные призы. Подошел к нам молодой человек и спрашивает, у вас есть дети? Я говорю, есть внучка. Он говорит, ну вот тогда вам подарки. И подарил девочкам по набору. Посмотрите, конструктор. Вот такие у нас добрые в Оренбурге люди. Просто подошел незнакомому человеку, сделал подарок. Приятный сюрприз. Я очень рада встрече с девочками. Редко сейчас получается. Мало кто пришел, но поддержали, спасибо. В магазине «Радуга вышивки» у нас буквально до конца мая заканчивается акция. Год 2,5 тысяч при заказе. Скидка 10%, от 5 тысяч скидка 15%. С 1 июня следите, будет новая акция. Об этом будет сообщено и во всех наших группах, и в Инстаграме. Ссылочки на интернет-магазин Ольги я всегда оставляю в описании под видео. Благодарю, Энесс. Наша Танюшка тоже нас поддерживает с вышивкой. Сфотографировалась на скамеечке и передала нам пламенный привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи! Пока-пока! Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok